Эту встречу жители ждали давно. Вопросов в главе накопилось много. Людей интересовали сроки исполнения строительства социальных объектов Треста, Мособлстрой номер 6. На встречу были приглашены не только застройщики, но и руководители подведомственных организаций. Последний раз мы в таком расширенном составе собирались в январе прошлого года, и тоже в этом зале, когда я еще исполнял обязанности руководителя администрации. Прошел уже почти год, прошли выборы главы района, у вас поменялся глава поселения, поменялись депутаты в вашем поселении. За этот период какие-то вопросы снялись, что-то удалось сделать, но и много проблем, много вопросов, которые решить, к сожалению, не удалось. Поэтому основная задача нашей с вами сегодня – сверить, что называется, часы, еще раз пройти по болевым точкам. Все ваши предложения, все выступления, все, что мы сегодня обсудим, мы зафиксируем в протокол. Какие-то вопросы, которые действительно решены, снимем с контроля, какие-то добавим, потому что жизнь не стоит на месте, и проблемы, к сожалению, появляются новые и добавляются в нашу повестку. Каждой проблеме мы поставим в дорожной карте срок и ответственных исполнителей. В отличие от прошлой нашей с вами встречи, сегодня я приехал не один. Со мной мои заместители, чиновники из смежных структур, руководители муниципальных предприятий, все те люди, которые будут в нашей дорожной карте отвечать за исполнение того, о чем мы договоримся с вами. Вопросы по нехватке мест в детских садах, медицинскому обслуживанию населения были решены прямо на месте. Ольга Ляпистова предложила места в садах-новостройках для детей в возрасте от 4 до 6 лет. Для этого родители на месте написали заявление на получение путевок в дошкольное учреждение. Завтра, если у вас медицинская карта на руках, вы можете прийти получить путевку. Если у вас есть желание попасть в один из функционирующих детских садов города Одинцова, вы принимаете решение, мы готовы рассматривать в течение ближайших недель. Но, уважаемые родители, я вас очень прошу не просто написать заявление, чтобы написать, а это заявление должно написано осознанно, что вам действительно детский сад необходим, чтобы не получилось так, вы получили путевку, а потом мы вас в течение 2-3 месяцев разыскиваем, чтобы вы ребеночка привели в детский садик. Это первая возможность. Много вопросов было адресовано начальнику территориального управления здравоохранения. Население лесного городка за последние годы выросло в несколько раз. Амбулатория не в состоянии справиться с таким потоком пациентов. Ирина Русанова предложила максимально задействовать передвижной ФАП. Иванов решение поддержал. Теперь бригады врачей будут выезжать для приема населения 2 раза в месяц. Оснащение, там не просто ручка и врач-специалист, там и КГ оборудование, и возможность дистанционной расшифровки КГ тут же. То есть мы снимаем на амбулаторе, врач-специалист, находящийся в головном учреждении, и сразу расшифровка может дополнительно сообщить. Это УЗИ-аппарат, это врачи-специалисты, имеющиеся там. Это возможность забора крови, как обычного, так и сахара, то есть биохимические. И со следующей пятницы с 10 часов, да, также с 10 часов мы будем работать. Также со мной вот моя команда, которую я привела. И я готова в следующую пятницу также вечно приехать. Также обсуждались дороги и парковки, благоустройство территории, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Проблемных моментов еще много, но главное, что жители получили конкретные ответы на свои вопросы. Все вопросы, которые нас волновали, такие самые болезненные, на все вопросы мы ответы получили. Конечно, не все ответы нас удовлетворили в том плане, в плане сроков. То есть опять какие-то сроки переносятся с 16 на 17, с 15 на 16. Но в общем и целом хотя бы какие-то даны конкретные ответы. В течение года, полутора у нас все-таки запустят школу, займутся реконструкцией детского сада, вот, и начнут строительство поликлиники. То есть лично я ухожу, можно сказать, удовлетворенная в своих вопросах. Общественная палата тесно взаимодействует со всеми инициативными группами по лесному городку. Жалобы от жителей поступают постоянно на горячую линию. К встрече с главой готовились особенно. Мы работаем с большой группой инициативных семей, мам, с маленькими детьми. И этих вопросов больше всего в общественной палате сейчас. Их задают неравнодушные мамы, которых касается лично. Касается фактически до слез, у некоторых слез очень-очень близко. И все вопросы, которые мы относительно социальных вопросов и здравоохранения задали, все успели ответить. То есть мы получили ответы на все вопросы. На встрече разработали план решения по каждому вопросу, обозначили конкретные сроки исполнения. Городское поселение Лесной Городок – проблемная территория. Не сразу, но шаг за шагом и здесь будет наведен порядок, заверил собравшихся глава района. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова